Тайны заключаются в том, что грехи, будучи навозом, будучи такой смрадной грязью, они могут пачкать и сквернить человека, что, собственно, они делают. Но покаянием, которое есть по дару Господу Иисуса Христа, это его дар человечеству, возможность покаяться и превратиться в никого другого человека. Этот навоз может быть удобрением для райского сада. То есть доброе дело навоз, если не забросан человек с ног до головы, но если этот навоз вложен в землю, земля вспахана, пересыпана этим удобрением, и унавоженная, жирная, плодючая и родючая, она дает силу всякому дереву плодовитому, сеющему семя породу своему в плодах своих. Так вот, постараться нужно человеку разбогать, то есть переменить блата в злато. В сказках этот образ часто употребляется, когда золото превращается в глиняные черепки. Для сребролюбца оно постепенно превращается в мусор. Наоборот, для доброго человека камень становится овечкой, а обычное яблоко превращается в яблоко хрустальное или золотое. В житии Спиридона Тремифунского змея стала золотой, чтобы отдать долги, раздробивая на части за бедных людей. То есть меняется вещество, как жезл Моисея, брошен на землю в змея, превращается и обратно становится змеей. Так меняет вещество свое, меняет свое назначение, так сказать, вредность и полезность, и то, что называется грехами человеческими. Будучи просто грехами, эти гадости, накопленные в человеке, как авгиевый конюшня, отравляют его жизнь, помрачают его разум, делают его жизнь несносной и делают его заразным для окружающих. Потому что грешник заразен. Он говорит заразно, мыслит заразно. Способ поведения его опасен для окружающих, потому что он делится грехами. Человек не может не делиться грехами. Он обязательно делится всем тем, что есть в нем. Это один вид, так сказать, злого богатства. В случае же, если этот навоз вложить в землю для удобрения, то есть вырастить на почве этого бывшего опыта греховного новые дерева, райские дерева, мы получаем некого богача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова